Окей. Кликер. Поговорим про Luxon, либо для DATS. Перед этим нативные DATS. Из мемуаров Брэндона, его заставили впилить DATS в первый релиз. И это он взял из Java, прям вот тупо скопировал, потому что не было времени что-то изобретать. Это довольно серьезный ресерч. И тогда, в принципе, нормальных альтернатив, ну, такое было. То есть не было тогда еще встающейся API. У Ruby оно потом менялось. У Java сразу же после этого меняется, потом еще менялось. Но в JavaScript оно осталось. У нас осталось mutable API, у которого Java-like get-of-setters. Тогда вообще не было нормальных get-of-setters. Такие у нас. У нас нет крутых методов вроде same date, start of week и так далее. И у нас нет timezone. Кроме этого, там еще проблемы с парсингом. Изначально не было форматирования. Там были проблемы с DST. Но нет других календарей, кроме обычного. Но то такое. Потом делали свои. Особенно мне понравился SugarJS. Да, у него вот такая вот больная штука есть. То есть я бы это вот… Да, Ruby-стам понравится. Я бы это, конечно, в коде писать не стал, но не знаю. Может, user-input можно так взять. Ну, то есть прям почти NLP. Более популярная штука и более поздняя, в принципе, это момент. Но он все еще mutable. У него все еще Java-like get-of-setters. Да, у него куча overloaded методов. Да, там всякие штуки. И он bloated. Слишком у него большой размер. Я не буду здесь в цифрах. Но, в принципе, с timezone и с локальными это 100 килобайт minify jzip запросто. Итак, из чего состоит момент? Зачастую это, ну, как, немного шимов для E8. Куда без них. Они там прям заинлайнены, но потому что тогда шимы ставить люди не умели, поэтому их инлайнили. У него довольно много локалей. Да, ну, то есть по дефолту у него локали нет, у него только английская. Но даже она занимает определенное место. А если вам нужны локали, то да, 60 килобайт все локали. Конечно, кто-то их обрезает, но зачастую люди забывают. У него, кроме локалей, для relative time formatting, да, типа 10 минут назад, там через 5 дней и так далее, у него есть plural rules в зависимости от языка, как там склоняются, как там что пишется, в английском проблем с этим нет, да, там все easy. Но для других языков оно тоже есть. И по time-зонам у него очень много инфы, зачастую там это на 10 лет, да, с 12 по 22 год. Тоже это все можно стрипать, можно кастомно собирать только те time-зоны, что вам нужны, но люди этого не делают. Поэтому да, момент большой. Однако у нас есть браузерный API. Все мы, я думаю, слышали про date-time format, да, это date prototype to local string, где мы можем указать локаль, мы можем указать, что нам нужно и насколько оно должно быть длинным. Но кроме этого, более новые штуки. Это plural rules, который может нам в зависимости от локали подсказать, как нужно, нужно что склонять. То есть это тоже серьезно срезает уже размер. И relative time format, это пока stage 2, нигде не заимплементено, но оно просто будет форматировать как момент, только очень с малым размером файла. Так вот Luxon, это либо от авторов момента, ну от одного из мейнтейнеров момента, если быть точнее, она иммьютабл, там нормальные геттеры, там нет overloadов методов, там статические методы, да, там date time from ISO, date time from RFC something, да. Нету там всяких эвристик и так далее. Давайте распарсим так, а потом так, все explicit. И она очень, очень легкая. Да, вот что я открыл доку и заметил, да, abuse Intel API horribly to provide time zone support. Нам меня это заинтересовало. Я в принципе, меня раньше как бы посещали мысли так сделать, но они это сделали. Как они делают time zone support, не шипая информацию про time zone. Они форматируют дату в time zone, да, то есть то locale string и там указываете дата time zone. Все даты в JavaScript, ну нативные, они только в locale, простите, в локальной time zone, в локальной time zone, поэтому, да, вы ее можете просто, вы не можете поменять time zone, вы можете отформатировать в другой time zone, да, видите, как полезно. Оно форматирует в строку, а потом парсит эту строку, а потом считает offset, а потом, ну, понимаете, дальше, да. Вот, то есть еще что мне понравилось. Они убрали эти глупые методы, да, нормально можно писать. В моменте тоже так можно писать, но они это прямо рекомендуют. Я не знаю, почему люди так не делают, особенно, да, вот эти. То же самое там с сортировкой, просто вычитайте даты, все будет хорошо. Хорошо. Подумайте про Luxon, если вам нужен performance, да, если вам нравится immutability, если вам нравятся вот explicit методы, ну вы им там особо не будете пользоваться, ну то такое. Если у вас много локалей, да, и у вас много time zone. Мне, вот это вот не для вас, если у вас пользователи только CE11, там нету, там нету ни локалей, нет, time zone там нет. Time zone нет, локали там, по-моему, есть. Если, да, если у нас уже такая локальная там зона, если вы вот всегда делаете клоун, вы никогда не забываете, у вас ни одного не было бага, потому что вы забыли сделать клоун. Ну, если вы не деструкчиваете, да, зачем вам, да, если вы не деструкчиваете. Да, что мне не нравится про Luxon, пора бы уже экстендить нормальный date и дропнуть все эти методы там из data туда-обратно, просто уже нормально экстендить, все будет хорошо. Английский не нужен, да, это какая-то полумера, да, то есть поддерживаем такой modern браузер и можем английский не шипать, а E11 мы пошипаем и английский, и другие локали. Ну, то есть, да, с другой стороны, это типа фуллбэк для того же, для тех старых браузеров, ну, такое, мне полумера, она тоже по размеру нормально так. Мне не нравится этот cryptic формат, да, который используется и в моменте, и здесь. Зачастую он вам не нужен. Ну, да, зачастую вам нужно просто вот мне, пожалуйста, в этом языке и покороче или подлиннее. Вот, это все, что зачастую вам нужно. Вы им это можете сделать с нативным. У него есть формат two parts, где он не сразу вам слепит строку, а вставит, да, даст вам возможность то, что там добавить, поменять. Вот называется, да, формат two parts. Тоже новая, очень новая штука. Хотелось бы класс для даты без времени, да, то есть когда нам просто не интересует время, мы обычно ставим его на midnight, да, но хотелось бы вот explicit это иметь. И когда нам нужно время без даты, мы считаем, допустим, какие-то там часы, и вдруг мы обычно для этого берем текущую дату, да, а что если у пользователя будет перевод времени в то время, да, и тогда мы неправильно посчитаем часы. Это довольно сложный баг, я вам скажу, что… Да, то есть хотелось бы вот просто время без даты, без daylight, seven times, без перевода времени. Есть proposal, temporal, просто новые даты, да. Там есть и время без даты, и дата без времени, и таймзоны, и все вот это, и такое же API. Ну, не совсем такое же. API здесь более длинное такое, да. Нету крутых методов вроде там start of date и так далее. Start of date. И там еще нет duration, а duration тоже важная штука. Это всего лишь stage 1. Нету ни полифила, ничего, просто вот наброски. Пока это не юзабельно, да, но это будущее. Возможно, мы будем писать прям… Если temporal хорошо получится, мы будем юзать напрямую. Если нет, то у нас будет довольно scene wrapper, или у нас будет просто хелперы, как date functions, вместе с temporal, да, чтобы что-то там делать. Вот, но в принципе это вот что будет дальше. Есть крутой блок, code of math. Чувак пишет про apidat в разных языках. Ну, там очень-очень хардкорные вещи, ну, то есть нормально. И это я, вопросы. Да. Да, вопросы. Вопросик? Люксон? Ладно, я так понимаю. О, да. Иду к тебе. Да, вот такой вопрос скорее не конкретно к спикеру, а абстрактный. Столько времени мы все разработчики мучаемся, потому что нет нормальной библиотеки реально для работы с датами. Давайте напишем. Вот все, что можно лучше сделать в Люксоне. Давайте сделаем как в комьюнити. Ну, я бы сказал, что вот как бы проблемы, да. Ну, его ж пока нет. Его пока нет. Можно помочь с его разработкой. Можно пойти написать выше. Чуваки, я хочу duration. Чуваки, я хочу вот такие-то методы. Там ребята как бы прислушиваются. Вот. Да, то есть если у вас есть какие-то предложения, то можно им написать. Вот. Да. Ну, вот, спасибо, да. Не вопрос, но призыв. Да, давай же. Вообще выглядит интересно, потому что я смотрю там у меня предыдущий проект. Мы там решали очень много вопросов с моментом, которые вот здесь ты описал. То есть время без даты, дата без времени, перевод нормальный по таймзонам. Может, ты опишешь, как они вот этот класс хранят, даты без времени или время без даты. И потом, как мы можем это использовать. То есть надо ли обязательно работать в Luxon, или оно переводит в какой-то формат. Я понял. Смотри, в Luxon этого нет. Я, наверное, не очень точно про это сказал. То есть это что, чего не хватает. Оно есть в temporal, в proposer. А там почти вот ничего. Там нет кода, там нет полифила, там ничего. Там просто у них есть markdown на 400 строк, где они говорят, что они вот так хотят сделать. Поэтому пока этого всего нет. А так, что для джаваскрипта, дата без времени, время без даты, тоже ищу что-то популярное. Ничего популярного нет, к сожалению. Как ты решаешь? Так, ну то есть я надеюсь, что пользователь, он не попадет в перевод времени. Потому что мы даже синхронили с серверным временем и показывали всегда от серверного. То есть даже если у человека это смещенное время. Я стараюсь считать, вот если нужно время посчитать, ну то есть часы иметь как числа, их отнимаем. То есть такое, чтобы не попасть случайно на DST в тех случаях, когда это супер критично. Ну вот. В букингах обычно это супер критично. Да, но… Спасибо за вопрос. Да. Я думаю, мы будем уже потихоньку перемещаться на автопати, потому что мы чуть-чуть по таймингу уехали. Спасибо.